Сергей Вячеславович, знаете, какую тему хотела затронуть? Про авторитетность. Для детей сейчас родители не авторитета, учителя для детей не авторитета, начальство не авторитета. То есть вот это вот сейчас какая-то такая общая глобальная тема утраты авторитетности, она вот как-то влияет на когнитивные способности? Да, конечно. Потому что сейчас произошла это системно, это несколько из другой области моей деятельности, поскольку я занимаюсь эволюционными процессами гоминито. Но мне вот это интересно, потому что это касается школы обучения. Да, конечно. Дело в том, что произошла тотальная системная подмена. То есть авторитетов, она заменена на владение. То есть они владельцы. Вот сейчас у нас конкуренция владельцев. Владельцев денег, имущества, айфонов, одежды, тех или иных знаний оцениваются как демонстрация особого владения. Понимаете? То есть это совсем другое. То есть сам факт наличия какого-то знания, неожиданного полученного, где? Почему? Все дети смотрят, в том числе и новостные передачки. В чем дело? В чем дело? Кто первый сообщит? Доминантность. Ага. Кто первый сообщит? То есть дальше. Кто чем владеет? Доминантность. Ага. Это доминантность, производная конкуренцией детской. Детская конкуренция, она самая жестокая в мире. Да, это я соглашусь. И дети вообще самые жестокие. Дети, а у них еще нет корычевым там, они там до восьми лет, они вообще могут спокойно там откручивать голову любым родителям, потому что для них это конкурент. И у них нет других, у них нет социальных инстинктов, о которых я говорю и пишу, которые должны… Понимание авторитетности. Ну да, конечно, потому что социальных инстинктах, которые сейчас им навязывают через систему вот этих вот общедоступных гаджетов, она деградировала полностью. И проблема заключается в том, что все основные идеи, которые доносятся для детей, это первая идея равенства и общедоступности. Это две порочных идеи, потому что какое равенство, какая общедоступность, если даже по главному, по мозгам разница чудовищная, разница 4000%. Ну какое здесь может быть равенство? Никакого нет родителей. И поэтому что происходит? Вот мы говорят там негативные, дети иногда жалуются в школах, я тоже так иногда общаюсь, что там вот самые дураки, самые в школе, значит, поощряемые. Самые придурочные, самые противные и прочее, прочее. Дети все время об этом говорят. Почему? Это надо объяснять родителям, дети этого все равно не поймут. Давайте. Те, кто не обладает никаким способностями к произвольному мышлению, те, кто никогда не интересовался никакой синтетической творческой деятельностью, а живут в рамках существующих социально-экономических парадигм, идеально в них вписываются. Почему? Потому что они выполняют биологические задачи. И у них нет никаких моральных ограничений, они не разменивают свой мозг на какие-то социальные заблуждения, там взаимопомощи, гуманитарных представлений, еще чего-то. Ценности знаний, например. Какая ценность знаний? Посмотрите, у нас вся Академия наук потребляет ресурсов меньше, чем какой-нибудь институт в Беркли в США. Один. Вся, целиком. А о чем говорить? Отношения рождают отношения. То есть и дети, которых воспитывают на равенстве, которого не существует, они в качестве единственной ценности – это владение чем-то или обладание чем-то. Потому что знания их не очень интересуют, их нельзя предъявить. Да, да. Знания, чтобы предъявить, нужно 15 минут поговорить. А в смс-ке в четыре строчки знания не предъявишь. Какая ценность у них? Да никакой. С точки зрения биологической, для детей, живущих по биологическим законам, которые через вот эти вот айфоны, через все поощряются. И закрепляются. И закрепляются. Все очень просто. У них просто вырабатывают простой ассоциативный ряд. Что процесс очень простой. Обладание чем-то приводит к результату в другом. Не обладание знаниями, не их применение. Нет, нет, нет. Представьте, 8-9 лет. У них только начинают образовываться социальные инстинкты. Зависит от среды, в которой они живут. Ну так вот, социальные инстинкты и авторитетность. Так если вы не закрепите в виде социального инстинкта, авторитет знаний, авторитет умений, авторитет произвольного мышления, авторитет знаний, которые у тебя показать сразу нельзя, они будут висеть как обезьянки. Что мы, собственно, говорим. Компортная ситуация эндогенных наркотиков для того, чтобы решить ту или иную задачу. Поэтому так инфантильность и недоразвитость вот у нас сейчас у подростков отмечают очень высокая. И это все тоже так или иначе сказывается на обучаемости детей. Конечно. Но если человек не умеет пользоваться головой. Да, не только прямая зависимость. Он вырастет дураком. Проблема заключается в том, что индивидуальная изменчивость мозга так высока, что, к сожалению, гениев у нас из всех не получится. Но надо предлагать ребенку. Мы не можем знать, например, 10 лет. Вот любой ребенок. Где 10-летний? Вот хорошо. Ну, 10 лет он уже должен уметь читать, писать. Это обязательно. Это норма. Да, а потом можно предлагать варианты совершенствования собственного мозга. Почему? Потому что мы сейчас не можем еще определить, например, у нас еще нет технологий, мы только их разрабатываем. Индивидуальные особенности конструкции мозга, чтобы предложить, ему сразу понравилось. То есть основная идея вот того, чем я, собственно говоря, сейчас интенсивно занимаюсь, это построение томографа с высоким разрешением микрон-воксель. То есть микрон-микрон-микрон, это позволит прижизненно определить конструкцию мозга, например, ребенка, да, ну, где-то там, конечно, не в 10 лет, а чуть постарше, но предложить ему то направление, которое ему будет сразу интересно. Я очень хорошо ознакомилась вот с этим, да, вашим сейчас жизненным таким вот устремлением. Ну, вот смотрите, я занимаюсь с детьми, которые приходят в 10, в 11, не читают, не пишут, у них даже уже речь снижается. Я вот каждый раз думаю, да, вот даже если у него там биологический, есть этот субстрат, да, вот даже если мы просветим эти мозги и поймем, что у него там такое огромное поле. Если он лентяй, если его… Надо ставить в условия, вы совершенно правы, и не будет условия. Ну, так как и условия, опять тренироваться, заниматься. Конечно, конечно, конечно. Сильно напоминающая тюрьму. Да, вот, так в следующем за вашей такой вот приятной тюрьме идет, что их надо будет изолировать, активизировать. По 6 часов в день с ними возиться, да. Да, работать, чтобы это все еще активизировать. Мало того, что у тебя там есть потенциал. Так потенциальных, вы знаете, какое количество людей, огромное количество. Да, да. Но проблема, я это разбираю даже в некоторых книгах, проблема с гениями состоит в том, что вот он появился. Да. Но из-за того, что он гений, ему обмануть окружающих намного проще, чем думать. И он начинает вести себя как обезьяна, если он не воспитан. Потому что ему проще. Да у нас половина художников, в том числе и с 19 века, пишут 2-3 картины выдающихся, действительно выдающихся. А потом гонят там, черт знает что. Ну, классический пример – это кувшинки Мане. Сколько этих кувшинок? По-моему, 260 версий. То есть парочка там действительно есть выдающихся произведений. А все остальное, несмотря на то, что стоит бешеные деньги. Да он писал одни кувшинки, там последние 20, что ли, 25 лет. Ну, если идет, так вот тиражирует. Да, но мозг-то при этом не работает, он так и остался таким, как он начал эти кувшинки рисовать. Ну, вот с этим, да, я соглашусь. Потому что, чтобы кроме кувшинок еще какой-нибудь шедевр создать, опять надо шевелить мозгами. Надо было, чтобы его воспитывали. Ну, вот, да. Еще, знаете, что я хотела спросить, чтобы у нас прозвучало. Такой вот миф, да, что противоположности притягиваются. Я каждый раз вижу, что противоположности совсем не притягиваются. Когда в семье, и вообще, когда они разные. Я вот совершенно четко вижу больше социальную проблему в том, когда люди очень похожи. Вот это когда мамы, да, ну, похожи на своих детей, и у них нет ни конфликтов. Понимаете, они такие приходят, такие эфирные. У нас все хорошо, у нас любовь, у нас понимание. Да, это они, значит, что-то не замечают. Вот, ну вот, я вот про это и хочу спросить. Дело в том, что у родителей есть много способов. Родители же такие же ленивые абсолютно, как и дети. И с мозгом у них происходит то же самое. Они тоже не хотят думать. Поэтому, да, поэтому сначала исходные параметры. Чем отличаются родители от детей? Да, и мозг детей и родителей не похож. Не похож. То есть обычно как? У нас в мозге где-то около 300 структур. Но основных я там не беру мелочь всякую. Но корковых полей около 60 основных и подкорковые ядра. Все это, и лимбическая корковая система влияет на поведение. На поведение. Да. При, значит... И при этом еще индивидуальная изменчивость колоссальная. Это еще к этому не пришло. К этому вы правы абсолютно. Но дело в том, что папа и мама при этом участвуют. А из 300 структур вероятность того, что будет такой же расклад, как у мамы или как у папы, равно нулю. Так вот, дальше что получается? Что из 300 структур, это переменных. Даже если бы они перемешались пополам. Невероятное такое событие. То там половина от папы, половина от мамы. То это все равно будет другой человек абсолютно. Да, да. Травматизация мозга, особенно вот лобных долей. Основным тормозным центром у нас являются лобные области. Лобные, да. Это не столько мышление, сколько торможение агрессивного поведения. А у детей в чем проблема-то? В чем проблема непохожести? Значит, вот мы взяли 300 структур. Из них 150 от мамы, 150 от папы. Вообще не похоже. А учитывая, что там случайно, перед комбинаторией это происходит, там вообще никогда сходства не будет. Разница между родителями и детьми максимально обычно. Между бабушками и дедушками чуть-чуть поменьше. Но при этом несовместимость полная. Потому что при таком количестве структур добиться взаимопонимания почти невозможно. 300 структур. То есть быстрее, допустим, он договорится с каким-нибудь соседом. Да, да. И будет с ним в дружеских отношениях. Ну так и есть. Так поэтому они и смотрят туда, потому что... Потому что они не могут найти никого, с кем поговорить. Да, среди близких. Среди близких это исключено. Потому что близкие – это вечный конфликт. То есть на самом-то деле. Ну вот. То есть я всегда привожу такой пример, что вот если взять с одинаковой конструкции мозга, более-менее похоже, негр, китайца и русского, то они между собой договорятся и будут в мире там делать все, что угодно. Но если взять с разными мозгами папу, маму и детей, то они не договорятся никогда. И в мозгах такая изменчивость мы можем только заставить выполнять наборы социальных инстинктов. Воспитывать в семье. Да, да, в семье, конечно. Нет авторитетности. Нет ее в доме авторитетности. Вас не слушается. В школу не слушается. А почему? Потому что в доме должен быть один человек-хозяин. Если в нем нет, тут же вы размениваете самое главное. Вы размениваете иерархическую систему обезьянных отношений. Все. Он видит, он рождается, видит маму, папа посылает там туда и сюда. А папа, значит, вроде как сопротивляется, но не сильно. Возникает так. Кто в доме хозяин? Кто в доме хозяин? Да, вот это да. Дальше остальных надо построить. Это чисто инстинктивно-гормональная регуляция поведения на построенной лимбической системе. И он из нее вырастает. Он упал на землю, подрыгал ножками ему игрушечку. Это начинает работать. И он уже, даже если соглашается под нажимом окружающих что-то выполнять, то все думает по-другому. Да. Поэтому я родителям всегда стараюсь навязать такую тему, что дело не в том, что он делает при вас. При вас он вам в глаза. А вы посмотрите, что он делает без вас. А поэтому нет сейчас самостоятельных детей, которые бы сами что-то делали, несли ответственность. Все родители тоже не дают им этого. Да, поставят пусть видеокамеру и понаблюдают своим чадушком. Да. Потому что сразу откроются глаза. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...